Дорогие друзья, добро пожаловать в мой виртуальный класс на виртуальный урок. И сегодня мы с вами на практике потренируемся с временем Present Simple. Как мы выяснили на прошлом уроке, Present Simple используется для некоторых вещей. Ну, во-первых, если хотим рассказать о постоянных, регулярных действиях, распорядке дня и обязанностях, конечно, мы используем Present Simple, настоящее простое время. Когда мы будем говорить о прописных и истинных универсальных законах природы, то тоже воспользуемся этим временем. Если будем рассказывать о расписании поездов, автобусов, самолетов, пароходов и гастрольных афишек, время Present Simple для нас окажется очень полезным, потому что мы будем говорить о фактах прибытия, убытия, приплытия, прилета и так далее. Present Simple используется для спортивных комментариев, обзоров фильмов и спектаклей, а также для инструкций, предписаний, руководств к действию. И еще очень важный момент. Мы попозже разберемся с этими глаголами. Они называются статичные. Вот со статичными глаголами тоже используется время Present Simple. Давайте вспомним еще такой момент. Когда на временной прямой я изображала время Present Simple, то я рисовала вам такую точку и говорила о том, что есть некий факт. Факт как событие. Время Present Simple строится очень просто и очень легко. Мы берем глагол, подставляем его к подлежащему и у нас получается предложение. Обратите внимание на первую картину. У нас молодые люди стоят рядом с книжной полкой, много книг, и мы делаем такой вывод, что они, they, что делают? Читают a lot, много. Обратите внимание, что в данный момент у них нет книг в руках. Они только стоят рядом с полками. Мы делаем вывод о том, что обычно, регулярно, что им свойственно, что им нравится чтение. И так как книг много, им нравится читать много. Для нас сегодня важно понять, что строится это время очень просто. Мы берем глагол. Напоминаю, что глагол я сокращаю как буква V. На самом деле глагол по-английски звучит как verb. Мы берем глагол, подставляем и получается предложение. Для всех ли местоимение это будет так? Давайте проверим. Мы помним, что мы условно можем переводить ты, вы, но подразумеваем всегда множественное число и подразумеваем всегда вежливую форму для you и they. Так вот, для этих местоимений мы просто берем глагол. I read, we like, you work, they live, I watch и так далее. Если вы обратите внимание на местоимение he, she, it, he, she, it, а это третье лицо, единственное число, то к глаголам добавляется окончание S. Обратите внимание, во всех глаголах, которые стоят в этой строчке, добавлено окончание S. И вот и сегодня, в первую очередь, мне хочется остановиться на этом окончании. Во-первых, как правильно его написать? Во-вторых, как правильно его прочитать? Написание этого глагола очень важно для тех, кто будет проходить в перспективе государственную итоговую аттестацию, потому что написание неправильно хотя бы одной буквы в слове повлечет за собой аннулирование ответа. И такое слово будет считаться неправильным, только потому что одна буква была написана неправильно. Почему для нас еще важно знание того, как правильно написать окончание у глагола в настоящем времени? Дело в том, что это правило распространяется не только на глаголы. Когда мы будем образовывать множественное число имен существительных, или будем делать степени сравнения прилагательных, или будем образовывать слова из одной части речи в другую, мы тоже воспользуемся этим правилом. Spelling rules. Spelling – это написание. Так вот, правило написания действует не только для глаголов. Поэтому я очень настоятельно рекомендую обратить внимание на это правило, закрепить, потренировать. Тогда в случае прибавления окончаний для существительных на множественном числе, еще раз повторюсь, для образования степеней сравнения прилагательных, для образования новых частей речи нам тоже понадобится это правило, и мы его сможем использовать. Итак, смотрим. Первый вариант. У нас был обыкновенный глагол. В нашем случае read. В третьем лице, единственном числе, мы к этому глаголу просто добавим окончание с. В данном правиле the third это третье, person лицо и singular это единственное число. Если вас смущают правила, написанные на английском языке, обратите внимание на перевод. Я его вам предлагаю сделать. Следующее правило. Если сам глагол на конце имеет такие буквы s, s, h, ch, x, o, то нам понадобится окончание и с. Давайте посмотрим. У нас уже на конце глагола кис две буквы с. Если мы захотим просто прибавить окончание s, то третью букву s считать крайне неудобно. Получится какое-то такое шипение типа хи, кс-кс-кс. Согласитесь, не совсем удобно и слышится тоже не очень приятно. Поэтому для этих случаев и используется окончание и с. Следующее правило, на которое нужно обратить особое внимание. Красным написано слово consonant. Это согласный. Согласный и гласные в английском и русском языке абсолютно одинаково разделяются. Все, что мы можем пропеть, это гласные. Все, что мы не можем пропеть, это согласные. Так вот, если глагол заканчивается на согласную, а затем написана буква y, то нам ее придется поменять. Таким образом, try, r согласно y поменялось на i и прибавляется окончание i, s. Давайте еще раз пропишем. y поменялось на i и прибавилось окончание i, s. Однако, перед y должна быть согласная. Ну что ж, с теорией мы разобрались, переходим к практике. У нас задача очень простая. Нам нужно добавить глаголом окончание s. Я прочитаю глагол и еще раз переведу, для того, чтобы вы понимали, каким глаголом вы добавляете окончание. Еще раз напоминаю, если вы вдруг не помните, как глагол переводится, выписывайте, записывайте перевод. Dance. Танцевать. Finish. Завершать. Study. Учиться. Это ученик учится обычно. Open. Открывать. Mix. Смешивать. Pray. Молиться. Put. Класть. Miss. Много значений. Скучать, опаздывать, пропускать что-то. Like. Любить. Нравиться. Dry. Высушивать. Do. Делать. Catch. Ловить. Хватать. Wash. Мыть. Say. Говорить. Cry. Кричать. Плакать. Copy. Копировать. Watch. Смотреть. Обычно телевизор. Play. Играть. Pass. Ну, это что-то проходить, передавать. И begin. Начинаться. Вспоминаем правило и прибавляем окончание s. Разбираемся с примерами. Глагол dance. У него не было буквы y на конце, не было сочетаний s, s, sh, ch, x, не было буквы o. Таким образом, мы просто прибавляем окончание s. Следующий глагол finish. Сам глагол уже закончился на буквы s, h, sh. И мы для удобства записываем окончание i, s. Finish. Следующий глагол study. Обратите внимание, на конце буква y, перед буквой y согласная, d, звук d. Значит, мы букву y поменяли на i и добавили окончание i, s. Остальные глаголы выполняйте точно так же, проверяйте. Обращаю внимание еще раз, что если у нас глагол закончился на y, но перед y гласная, не нужно ничего менять. Просто добавляйте окончание s. А мы идем дальше. И следующее упражнение, которое я предлагаю вам сделать, поможет нам правильно произнести это окончание. Почему я обращаю внимание на произношение pronunciation? Дело в том, что в английском языке нет такого понятия, как оглушение звуков на конце слова. Ну, такой вариант зуб. Мы произносим звук п, зуб. Но на самом деле мы все прекрасно знаем, что записать надо букву b, потому что проверочное слово зубы. Так вот, такого понятия в английском языке и такого явления не существует. Если слово на конце имеет звонкий звук, произносить его нужно звонко. Если глухой звук, произносить его нужно глухо. Таким образом, что происходит с нашим окончанием? Если слово закончилось на глухие звуки. Глухие звуки точно так же можно определить, как и в русском языке. Вспоминайте начальную школу. Звуки глухие и звонкие парами. Б, п, г, к, д, т, з, с и так далее. Так вот, все глухие звуки ф, к, п, т. Если они звучат в конце глагола, то и окончание с будет звучать глухо. Итак, если на конце глагола глухой звук, то окончание тоже глухое. Следующее. Если на конце глагола у нас звонкие звуки, либо гласные, то читаться окончание с тоже будет звонко. Dream, з, stay, з, begin, з, stand, з, save, з. Теперь вернемся к нашему окончанию и, с. Кто внимательно слушал меня, обратили внимание, что уже при прибавлении этого окончания я читала глаголы немножко по-другому. Ну и объясняла это тем, что ну просто неудобно несколько раз говорить с, с или ш, с. Если у нас звучат звуки на конце глаголов с, ш, ч, дж или з, то окончание будет звучать из. Молодцы, отлично. Теперь будете звучать очень правильно, грамотно. Молодцы, идем дальше. Следующее упражнение. Попробуем тренироваться. Как всегда разберем, что от нас хотят. Write, записать. Вот теперь новые слова, надо привыкать к ним. The third, третье. Person, лицо. Singular, единственное число. Запишите третье лицо, единственное число. Verbs, я уже говорила. Verb, глагол. При сокращении мы пишем первую букву V. In the correct box, в правильной рамочке. В данном упражнении помимо прибавления окончания, нам нужно еще распределить их на те колонки, где звучит либо глухой звук, либо звонки, либо окончание из. Разбираем. Love, глухой звук. Записываем его в первую строчку. Love, после глухого звучит глухо. Kiss, две буквы S. Третью добавить, ну, просто нелогично, неудобно. Мы это обсудили выше. Добавили окончание и S, и соответственно чтение из. Kisses. Следующий глагол. Read, read, звонкий. Read, окончание звонкое. Read, z. Расписывайте дальше также глаголы. Прочитайте. Если все-таки забыли, какие звуки звонкие, какие глухие, ну, вспоминайте русский язык, и там найдете подсказку. А мы движемся дальше. Окончание писать мы умеем, читать их умеем. Попробуем выполнить задание. Complete, завершить. The sentences, предложение about the people, про людей, in the pictures, на картинках. Use, использовать. Какие глаголы нам предлагают? Eat, есть, кушать. Go, ходить. Live, жить. Play, играть. Два раза встречается. И sleep, спать. Внимательно смотрим на картинки, вспоминаем порядок слов и строим предложение. Разбираемся с первым предложением. На первой картинке мы видим пианино, мы видим молодого человека, он говорит my piano. Обратите внимание, в данной ситуации он не играет сейчас, потому что он, в принципе, вообще играет на пианино. Что у нас получилось? Молодой человек – это местоимение he. He. He – это местоимение третьего лица, единственного числа. Внимание! Глаголу нужно добавить окончание с. Вспоминаем наше правило. Мы берем букву a и букву y. a – гласная. y – нас тогда буква не смущает, мы ничего менять не будем, просто добавляем окончание с. Получилось предложение he plays the piano. Он играет на пианино. Смысл предложения, что он вообще играет на пианино, а, например, не гитаре. И делает он это обычно, регулярно, постоянно. Следующее предложение. Подлежащее дано they – они. Значит, нам совершенно не нужно размышлять по поводу того, добавлять окончание или нет. Мы просто подберем нужный по смыслу глагол. In a very big house. В очень большом доме. Что можно делать в очень большом доме? Ну, конечно, можно жить. They live. Следующее предложение. На картинке изображена девушка. Девушка – это местоимение she. Она. She – третье лицо, единственное число. Внимание, глаголу нужно добавить окончание – с. Что же она делает? A lot of fruit. Много фруктов. Что можно с ними делать? Ну, кушать. Обычно, регулярно, постоянно кушает много фруктов. She – eats. Никаких особенностей у глагола eat нет. Мы просто добавляем окончание – с. При произношении читаем глухо, потому что т – глухой звук, соответственно, it – получается глухо. Ну что, составляйте предложение дальше. Проверяйте себя. Как всегда, воспользуйтесь зеленой ручкой. Подчеркните подлежащее сказуемо. Определите, где у вас подлежащее в третьем лице, единственном числе. И проверьте, добавили ли вы окончание – с, ну и правильно ли вы его добавили. Переходим к следующему упражнению. Упражнение 5.3 я предлагаю сделать самостоятельно. Поставьте на паузу и выполните его. Оно выполняется по аналогии. Задание легкое. Я думаю, уже все понимают перевод. Ну, на всякий случай еще раз проверим. Complete the sentences. Complete the sentences. Завершите предложение. Use используйте. Подскажу только перевод глаголов. Вдруг вы что-то забыли. Boil – варить, кипятить. Close – закрывать. Cost. Cost – это что-то, имеет стоимость какую-то. Например, билет стоит каких-то денег, книга стоит каких-то денег, еда стоит каких-то денег. Like – любить, нравится. Meet – встречаться, знакомиться. Open – открывать. Speak – говорить. Teach. Внимание, teach может только учитель. Teach – учитель. Teach – преподает. Ученик не может преподавать. Для него идет глагол study. И глагол wash – мыться, умываться. Ну что ж, посмотрим. Мария. Мария – это женское имя. Соответственно, третье лицо – единственное число. Значит, глаголу необходимо добавить окончание S. Да, действительно, вот окончание S. При произношении этого окончания нам нужно помнить правило, что после глухих звуков окончания читаем глухо. Speak – s. Все. Никаких изменений при добавлении окончания у нас не было. Мария speaks four languages. В следующем предложении подлежащее the shops уже во множественном числе. Если глагол во множественном числе, если существительное изменяется во множественном числе, значит, глаголу ничего не добавляем. А вот в следующем предложении the city museum, городской музей, обратите внимание, что городской музей заменяется местоимением it. Вы уже помните, да, что he для мужчины, she для женщины. Все остальное в английском языке – это it. И собака, и кошка, и стул, и стол, и любовь, и развлечение, и урок. Потому что как такового рода в английском языке нет. И мы, в общем, запоминаем таким образом. He – мужчина, she – женщина, и it – все остальное. Так вот, городской музей и третье лицо – единственное число. И к глаголу будем добавлять окончание – с. Вспоминайте правило, что нужно для того, чтобы добавить это окончание. И произнесите это окончание вслух правильно. Поставьте на паузу, выполняйте это упражнение самостоятельно. Еще раз вот здесь подскажу. Water – вода. Ну, it мы уже забрали третье лицо, единственное число. И больше трудностей, сложностей в этом упражнении у нас нет. Чуть-чуть усложнимся. В этом упражнении использовать будем знание сразу двух правил. Во-первых, мы вспомним порядок слов. Подлежащее, сказуемое, дополнение. Подлежащее, сказуемое, дополнение. Обстоятельства как, где, когда. И плюс мы вспоминаем, что еще есть такие очень интересные слова, которые занимают позицию между подлежащим и сказуемым. В данном случае это always – всегда, never – никогда, usually – обычно, often – часто. Именно эти слова занимают позицию между подлежащим и сказуемым. Если у вас еще не было этой схеме, добавьте ее в ваш конспект про порядок слов, а мы начинаем выполнять упражнения. Что нам нужно сделать? Write sentences from these words. Write – составить, написать sentences, предложение из этих слов. Use – использовать the right form, правильную форму of the verb глагола. Arrive или arrives. Arrive, опять же, для третьего лица, единственного числа. И для тех, кто еще не запомнил, вот эти буквы – это сокращение слова et, cetera, и так далее, и так далее. Ну что ж, разбираем наше первое предложение, пример. У нас есть always, у нас есть early, see you, arrive. Подлежащая – с you. С you что делает? Пребывает. Но по нашему правилу always занимает позицию между подлежащим и сказуемым. И затем идет рано. С you always arrives early. Попробуем сделать еще одно предложение. У нас есть подлежащая I. I всегда пишется с большой буквы и всегда является подлежащим. Я. Я что делаю? Я хожу, но здесь опять присутствует слово never, и оно занимает срединную позицию между подлежащим и сказуемым. Следовательно, I never, никогда. Что I never? Go. Вот теперь появилась наше сказуемо. To the cinema. Обстоятельства. To the cinema. Дорогие друзья, ставьте на паузу, выполняйте, проверяйте. Каждое предложение вы должны разобрать, найти подлежащее, найти сказуемое, найти дополнение обстоятельства. Соответственно, найти слова always, never, usually, often или sometimes и определить их в правильную позицию между подлежащим и сказуемым. Еще раз напоминаю, что имена Джеки, Мартина, Кейт, Сэм соответствуют местоимениям третьего лица, единственного числа. Значит, соответственно, именно здесь глаголом нам придется добавить окончание. И тогда мы опять вспомним, как прибавить окончание С. И второе, как произнести это окончание С, З или Из. Каждое предложение проверяем, переводим, произносим в слух. Ну что ж, друзья, на сегодня все. Последнее упражнение я предлагаю совершенно выполнить самостоятельно, без меня. Поставьте на паузу. Принцип выполнения вы уже понимаете. Но хочу обратить ваше внимание, что цель наша все-таки говорить о себе. И именно это упражнение поможет нам сделать. Write sentences about yourself. О себе. Именно о себе расскажите. Когда вы смотрите телевизор по вечерам, когда вы читаете в постели, когда вы встаете до семи, когда вы ходите в школу или там на работу на автобусе и пьете кофе по утрам. Какие слова вам будут помогать для того, чтобы это было персонально именно о вас? Always. Всегда. Сто процентов. Never. Никогда. Ноль процентов. Следующие слова, если знаете, просто прослушайте, не знаете, записывайте. Often. Часто. Usually. Обычно. Sometimes. Иногда. Ну вот здесь пример такой дается. I. Usually. Почему usually? Потому что оно занимает позицию между подлежащим и сказуем. Watch TV in the evening. Я обычно смотрю телевизор по вечерам, но если бы я составляла предложение именно о себе персонально, то я бы его составила по-другому. Мое предложение звучало бы так. I never watch TV in the evening. Выбирайте тот вариант, который подходит для вас. Составляйте, проверяйте, произносите. И надеюсь встретиться с вами на следующем уроке. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал. Я рада всем новым друзьям. Ставьте пальчик вверх, потому что на языке YouTube это одобрение. И тогда этот ролик сможет увидеть, как можно, большее количество учеников и людей, которым это будет полезно. Поделитесь ими, не жадничайте. Пусть другие тоже узнают все секреты и нюансы настоящего времени. С нетерпением жду вас на следующем уроке. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»